привет привет наши дорогие друзья привет наши подписчики небесная цивилизация привет небесные пирожочки присоединяйтесь к нам привет родные мы сегодня открываем этот эфир мы вас ждем да напишите тому кто возможно там опаздывает или забыл скиньте ссылочку мы ждем вас дорогие и с радостью сейчас будем развивать наше общение проводить этот чудесный вечер привет тюмень привет 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 крым привет киев вижу да привет 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 рязань дорогие уфа привет вижу германия присоединяется нетленные ереван ереван это у нас армения закарпатья берлин привет таганрог казань с вами казань с нами сибирь халилюя владивосток мамочка мама присоединяюсь вас привет красноярск виден да олечка приветствую желтые воды украина халилюя друзья пока все присоединяются еще раз всех приветствуем спасибо что вы пишете из каких вы городов стран нам важно знать где нас слышит одесса дорогая привет санкт-петербург очень-очень всем рады сегодня у нас будет классное время вообще замечательный праздник вообще замечательный праздник мы сегодня будем потрясающие вещи высвобождать и конечно будет течение поток кто-то получит свое исцеление все как всегда сегодня у нас годовщина до годовщину у нас сегодня годовщина мы еще к этому вернемся к этой годовщине это мы чтобы вас так немножко заинтриговать казахстан израиль вообще друзья мы чуть-чуть расскажем где мы что мы мы находимся в литве в городе каунас кстати напишите кто-нибудь как нас слышно вообще и видно беларусь привет беларусь друзья только привет не из белоруссии из белоруссии такой страны белоруссия уже нету давным-давно аллилуйя мы находимся сейчас друзья мои в каунасе находимся в литве у наших друзей у альберта и полянки тагербицких и мы будем служить здесь два дня завтра завтра у нас в час дня началось по местному времени в час дня это значит в два часа дня по московскому но в час дня по времени в прибалтике у нас будет здесь собрание собрание и потом второе то есть завтра будет два собрания в начало в час дня по местному времени и также воскресенье во сколько у нас будет и также в воскресенье у нас еще будет одно собрание и того будет три собрания здесь в каунасе практически уединение во всяком случае полноценная конференция точно ну да полноценная конференция вот поэтому все кто находится в прибалтике в литве в латвии в эстонии мы вас приглашаем приезжайте приходите будет классное время это будет замечательно аллилуйя так приветствую израиль приветствую казахстан вижу вас до кропоткин краснодарский край так видно и слышно хорошо в 11 воскресенье в 11 я думаю что мы будем в прямом эфире я думаю но это не точно приветствую эдуард наталья кистанова нас приветствует драгоценная халлилюя ну что друзья жизнь кипит сиэтл не нелли приветствую да вижу жизнь кипит мы тут ездим про будем продолжать еще есть здесь какое-то время у нас следующая там германия тюмень вот я думаю что олечка сейчас сделает какие-то объявления я просто хочу сейчас сказать о том что по-прежнему наши курсы они идут и хочу напомнить о том что вам не нужно знать как ждать какого-то судного дня вы можете добавляться вот прямо сейчас по ссылке в телеграм-каналах и прямо сегодня приступать к занятиям и еще хочу добавить что курсы идут один за другим то есть у нас есть базовые до курс это курс озерцательной жизни домашние порталы и ходатайственный курс это мы сделали своей платформой из которой в принципе может быть вам будет даже не совсем понятно том о чем мы говорим в общем эфире для всех доступной информации вот поэтому если у вас есть друзья знакомые дорогие вашему сердцу люди которые хотят заиметь эти открытые глаза иметь то что имеете вы виде открытых глаз измененных жизни обстоятельств здоровья и все остальное не побоюсь даже сказать так вот вы можете смело прямо сегодня подключать их к этому курсу также у нас будет онлайн скорее всего воскресенье ну в общем на данный момент пока с объявлениями наверно закончим в конце уже продолжим будет что сказать уже после того как мы пообщаемся в прямом эфире кто-то просит добавить немножко звука могу только говорить громче потому что это не youtube здесь звук не добавить мы не студии вот но тем не менее мы находимся сейчас прямо в здании где проходят собрания видите у нас тут праздничный интерьерчик для вас приготовлено причастие да то есть мы сегодня будем принимать причастие вот друзья спасибо всем за такие вот добрые слова которые вы присылаете это здорово семья родные осенька доченька класс класс хорошо друзья отец вчера сегодня и во веки тот же друзья такие свидетельства поступают просто нескончаемым потоком идут что делает святой дух что делает отец внутри каждого внутри тел внутри эмоции внутри душ до внутри сознания в жизни и мы не можем не делиться этим то конечно мы сейчас поделимся свидетельствами прежде чем я буду погружаться в откровение о котором сегодня пойдет речь потому что у нас сегодня праздник большой вот я его объявлю обязательно вот я хочу чтобы дух святой он уже послужил обязательно вам слушателям кто в этом сильно нуждается особенно в исцелении в преображении там и во всем что вам нужно святой дух как написано каждому его дается проявление на пользу и поэтому мы больше сосредоточены на том чтобы высвобождать явление духа и силы кто смотрел мои предыдущие видео кто смотрел предыдущие видео они у нас все вот в таком контексте идут это источник это явление да это не драться это все такие вещи которые все такие категории все такие явления которые связаны несколько какой-то деятельность а с явлением духа это потрясающе это все глубокие вещи святого духа вот и поэтому конечно все это сопровождается постоянно явлением свидетельств свидетельств славы отца и ни один из эфиров не проходит без таких свидетельств и никогда не будет проходить всегда будет явление благодати потому что благодать она производит амэн сейчас когда уличка будет зачитывать свидетельство максимально особенно если ты нуждаешься в том чтобы у тебя произошел какой-то ответ произошло какое-то чудо да то есть явилась нетление явилась через посредством исцеление там свободы расширения то тебе нужно слушать эти свидетельства как будто это а тебе идет речь не просто как будто потому что на самом деле друзья на самом деле все написано вы одно в духе животворящий и поэтому исцелился один член исцелился другой эти мы обычно говорим болит ли один болит и 2 но это равно связано и с другими вещами является ли счастливым один счастье как мы говорим преломляется умножается на всех то есть мы хорошо запомнили что если у кого-то болит у всех болит друзья но отец сегодня производит столько чудес я думаю что нам надо посмотреть на вот это и сказать если у одного это справедливо слава и проявленная слава то и у всех это справедливо поэтому сегодня друзья мои надо слушать свидетельство понимая что все это о нас амэн можно даже сказать обо мне обо мне особенно если у тебя еще кое-что кисломорда есть ну я имеют в жизни я сегодня выбрала такие свидетельства они совсем-совсем свеженькие и просто так пробежалась по чату вот он буквально вот так вот метры от листовая чтобы зачитать вам несколько свидетельств которые реально уже проверены временем и те которые вот прям как-то внутрь душу так спали глубоко вот и ты сто процентов должен все это применить на свой счет потому что отца нету времени это все касается конкретно тебя конкретно тело ну будут и другие свидетельства кстати у нас вчера было очень потрясающее свидетельство я тоже она вообще облетела весь мир особенно что касается денег она очень очень быстро преломляется разлетается вы наверное видели наверно даже его первым расскажу свидетельство заключается в том что была взята ипотека на строительство дома или квартиры на 27 лет и и каким-то чудесным образом пришла вечером смс о списании долга сумма ни много ни мало было в общем больше миллиона российских рублей полтора миллион сто пятнадцать или пятьсот пятнадцать ну друзья по моим подсчетам я не соображаю российских деньгах особо но по моим подсчетам это 15 тысяч долларов если я не ошибаюсь но интересный факт такой что естественно ну мы не тленные да мы верим сверхъестественно но когда это касается тебя иногда вот реально сложно поверить это вот как у меня еще только начали уже люди пишут огонь сошел золотая пыль елей это друзья потому что я сказал истину истину сказал о том что не просто страдает один члены все страдают славится один славятся все один воскрес значит все воскресли аллилуйя вот так и мы работаем да так вот точно так же как касалось когда у меня появились яичники вот точно так же семья чей кредит был закрыт они сразу обратились на горячую линию для того чтобы все таки им прояснили ситуацию и вот им подтвердили сто процентов что сумма списана задолжен незадолженности ну в общем этого долга у них больше нет кроме того они подключили какие-то там дополнительные источники там где проверили по базам счета и оказывается что деньги пришли со счета который не существует то есть сестра вот она мне сегодня в личку писала может быть она сейчас нас смотрит еще какие-то дополнительные сведения пришлет порадует нас но смысл в том что они по своим каналам пробили и номер счета и все этот счет не принадлежит россии и вообще не принадлежит никому то есть это произошло сверхъестественное пополнение из какого-то счета по моему марина это и пишет что миллион сто пятнадцать тысяч семьсот тридцать восемь спасибо марина за уточнение миллион сто пятнадцать тысяч ну да это это пятнадцать тысяч долларов друзья огонь вообще пятнадцать тысяч долларов в некоторых селениях дома и квартиры стоит конечно не в столицах но поэтому если у вас что творится золотая пыль это вообще друзья мы еще не начали ничего какая золотая пыль убрать все я шучу шучу во имя иисуса пусть прямо сейчас пока мы читаем свидетельство происходит исцеление если ты почувствуешь что на тебя сходит огонь во время зачитывания свидетельств прямо вставай и ходи смотри как у тебя там исчезли боли болезни все это друзья мои просто как знаете как отламывается отваливается просто как вот такие драгоценные камни как реально куски масла вообще пишет спина говорит боже вообще мы скоро просто будем включать эфир и такие ку-ку привет и все будет происходить по ногам помазание и смотри что творится вообще друзья торжество праздник но смотрите что есть да у нас сегодня мы говорим про помните у нас тема такая добрый виноград и вот у нас виноград да не вишенка вишенки держит в руках виноградинки мне так нравится как она очень красиво это виноград а еще посмотрите у нас какая картина сзади чуть-чуть отсвечивает но это любовь вообще представьте вот это мощно так и хочется вот эта картину и у подписок не мешайте детям приходить ко мне то есть на дождь и но слушать что творится вообще золотая пыль очень необычная огонь внутри друзья мы дотерпим был молитвы или начнем давайте послушаем еще свидетельство я хочу рассказать свидетельство друзья тоже вы его наверно читали в наших чатах она тоже финансовая вы знаете что у меня есть помазание высвобождать квартиры и дома тоже свидетельств хватает причем то что вы освобождаю я вот как и в моей жизни это не просто тоже кто-то пылью золотой смотрите это не просто какие-то вещи там что ну массовые там да то есть в моей жизни вот все что связано с жильем это всегда было чудо реально чудо и когда я освобождаю вот эти вот это помазание уже все материализуется все проявляется из духа из славы из помазаны и когда это высвобождает то есть происходят реальные вещи которые являются чудом сверхъестественно устраиваются обстоятельства я уже рассказывал там как буквально из ничего за две недели там кто-то получал кто-то получал свое жилье вот у нас представьте один из таких эфиров был когда высвобождал это и у нас есть драгоценная сестричка любого из америки да и она свидетельствует о том что после одного из таких высвобождений она представляете то ли год то ли какой-то длительный срок жила вообще в гостинице в какой-то гостинице на длительном проживании и после одного из таких эфиров чудеснейшим образом детали вы можете почитать в наших чатах чудеснейшим образом она уже заселилась свой собственный дом причем в красивейшем потрясном месте она присылала фотографии там озеро там вау просто там найти ну нереально уже всех нас приглашает к себе домой кто-то уже пишет голова прошла но таких свидетельств не только голова пройдет долги проходит я вот верю друзья что прямо сейчас решаются ваши финансовые ситуации просто из-за этих свидетельств халилюга все уже стали дома принимать квартиры дом у воды кто-то принимает думали и вот на самом деле представьте счастливый домовладелец кто-то мне писал на днях также что после таких вещей вот в высвобождении приобрели дом за городом с землей какие-то квартирные вопросы порешались ну в общем а вот и любочка пишет нам сердечки любом и тебя поздравляем своим новосельем возле красивого озера не только люди про приобретают недвижимость но избавляются от длительного балласта то что не продавалось годами и чуть ли не десятилетиями все начало продаваться быстро и легко и причем на выбор люди продают старое жилье ничего не вкладывая приобретают новое и так далее но в общем чудеса ну начну зачитывать свидетельства не буду очень много зачитывать вот ну зачитаю те которые мне очень понравились мое свидетельство уже год как смотрю андрея яковишина прошла курсы было полное возрождение снова стала писать песни стихи очень много всего но главное чудо произошло у сына у него в 10 лет обнаружили инсулино-зистентность это когда клетки не усваивают инсулин тут идет большой лишний вес после этого идет диабет 2 типа при норме максимум 23 должно быть у него все годы было 39 а потом даже 50 и даже 60 как-то было и мы выписали врачи гормональные таблетки и другое пил их два года я молилась за него помещала в портал летом мы переехали в россию и он тут решил позаниматься тяжелой атлетикой походил один месяц потом мы сдали анализы инстулин стал 19 то есть в норме когда врачи сказали что инсулин в норме я просто не могла поверить еще подумала что может это было как-то повлияли занятия спортом накануне вечером но с сентября уже два месяца он никаким спортом не занимался и когда мы переехали в москву он пошел в колледж пока пошел в колледж лег на обследование анализы показали инсулин натощак всего 15 такого никогда не было у него с детства это просто чудо я верю что это только начало прикладываю скрины справок аллилуйя тут уже кстати еще два свидетельства про дома поступили про квартиры оказывается круто хочу свидетельство тоже это кому-то надо преломляю раздаю берите так папочкиной славе спасибо тебе отец я просто в восторге у меня растет новый зуб три года назад я вырвала зуб и вот стал расти новый и это точно зуб не осколок от старого как я сначала думала уже сформировал сформированный зуб и это только начало скажи скажи своим зубам зубы растут но это если тебе надо если не надо то третий ряд никому не нужен приветствую драгоценная сейчас прослушала эфир в записи вибрации смеха и любви после молитвы андрея за исцеление суставов стала проверять правую руку я в 2019 году ее сломала до плеча не доставала 5 сантиметров примерно месяц назад тоже после молитвы андрея за исцеление я стала доставать до плеча кончиком большого порт пальца я писал об этом в комментариях а сегодня представляете я всеми пальцами достала до плеча это чудо слава тебе свидетельство вчера мою жену выписали из больницы у нее было поражение легких более 90 процентов и я считаю что она жива это чудо воскресенье потому что она рассказывала мне что у нее было переживание когда бог провел ее через всю жизнь как бы забирая претензии от всех в общем все что говорил пастырь андрей о восстановлении храма в три дня реально прожила в это духе она говорит что в один из моментов она пришла к черте где она сознавала что она как апостол павел может сейчас выбрать уйти или ей остаться и к ней стали приходить такие мысли что иран еще уходить что все еще нужно не все еще сделала потом увидела мужа который стоял на коленях и молился потом увидела дочь в общем дух святой напоминал я все чего чего ради нужно продолжать жизнь и как раз на этот это и был ответ на мою молитву в общем друзья 90 процентов поражения это вообще полное исцеление узнаете люди пишут иногда там 30 процентов поражения и паника у людей 90 но это практически врачи уже обычно говорят все да они при пятидесяти говорят все 90 это просто реально практически смерти вот брат говорит что это больше даже как воскрешение из мертвых то есть она уже реально было практически мертва не могу не написать вам все что со мной происходит я пришла в белорусский дар год назад прошла все курсы но ничего особо не ощутила короче умничала я я с украины донецкой области была на всех уединениях на украине когда я была на уединение в киеве я получила от вас на деление это положило начало всему что со мной происходит мне очень хотелось быть вашим личным ходатаем и я им стала когда приехала на уединение в одессу я обняла вас и почувствовала что что-то вошло в меня и я стала необыкновенно чувствительной каждому сказано вам и слову каждая ваша молитва оказывалась во всем моем теле и телах людей за которых я молюсь огонь и происходит на исцеление от разных болезней мое тело постоянно золотое в серебре в масле это передалось и моей семье мое сердце переполнено благодарностью к вам и вашей жене ваш голос приводит меня просто в трепет я была восемь лет в поиске этого чудесного цвета дорогой пастырь спасибо вам за это наделение за вашу неподдельную любовь за то что вы открыли для меня и для всех небожителей это чудесный свет теперь я вижу отца последние слова это самое то я вижу отца это круто так благословенная группа ходатайф андрей соли большое спасибо я написала два месяца назад что у моей внучки эмфизема легкого права и ей должны были делать операцию сегодня внучка литочка мне сказала что они поехали недавно на осмотр и с легками все абсолютном порядке нету этой болезни но мама не хочет никому об этом говорить но суеверия немножко еще есть такое дело но все равно она когда узнала тут же стала сильно прославлять бога и много-много раз заплакала свидетельствую с того момента когда я начал учиться на курсах белорусского дара я постепенно перестала болеть я получила исцеление в костномышечной системы перестала хромать тазобериндриный сустав восстановился нормализовался сон так как у меня минимальная пенсия мне папа мне папочка подработку предоставил слава иисусу хотя на карточку мне деньги не приходили как у других но мне позвонил сын с невесткой сказали что они приняли решение каждый месяц меня благословлять определенной суммой денег старшая дочь начала приезжать забирать у меня платежи по оплате квартиры покупать не витамины хороших компаний завозит продукты младший взять тоже не остается как-то утром услышал что у меня сломался блендер вечером уже привез новый еще и раньше писала что выбра выбросила документ один и долго не могла найти боялась сказать об этом дочери мне сестрички с белорусского дара прямо на вайбер написали что молятся об этой ситуации одна сестричка и бог сказал что документы дома и вот как-то приехала моя дочь и я приняла решение сказать ей об этом документе она мне ничего не ответила а она мне ответила что документ у нее дома мощно мощно на уровне устройства такие вещи финансовые ну я просто читаю те которые мне понравились очень огромная благодарность открытые небеса здесь на земле аллилуйя слушая темы познавая простоту евангелия уже приходят чудеса в моей жизни свидетельство людей как-то удивляли своим количеством и нереальности и я стала пророчествовать что закрываются и мои кредиты и приходит изобилие и неожиданно стало так меняться обстоятельства что один кредит закрылся потребительский на пять лет и о чудо эта сумма полностью вернулась все что я выплатила банку за два года все вернулась изобилие радость нереальная так следующее свидетельствую о себе первое волосы заметно укрепились видела что нарастают новые но пока маленькие но уже выросли ренит исчез дышать стало легко нет комка в горле геморрой который мучил меня больше 40 лет уменьшился верю что окончательно уйдет это такое облегчение вот даже не представляете гипертония и варикоз проверяю времени плак правый глаз слезился почти десять лет сейчас перестал слезиться врачей ничему не могли помочь слава нашему папочкой колено перестала болеть на левой ноге которая постоянно болела на протяжении пяти лет оба тазобедренных сустава перестали болеть я живу на пятом этаже и спокойно без передышки спускаюсь и поднимаюсь и боли нет слава любимому папочки это вот как похоже у сестры там где она прям списком написала что постепенно приходит исцеление во весь организм вот здесь у сестры тоже 10 пунктов простите 10 пунктов которые врачи годами не могли бы лечить у меня свидетельство которое стеснялась выложить в чат там мужчины потому что мне исполнилось 49 лет сначала в двадцатом году у меня не было месячных наступил ранний климакс и вот в начале ноября слушала вас с андреем эфир там где была молитва и андрей говорил о том что уходят все женские проблемы кисты опухоли миомы и ранний климакс и я приняла это исцеление на себя во имя иисуса и уже третий месяц мой женский цикл полностью восстановлен круто круто у нас вот эти женские все вещи вообще много исцелялось даже и раньше наверно с того момента как ты исцелируешь очень много женский дар климакс этому ходить так что сестры принимайте благодать это она прямо сегодня прямо сейчас отливается вот следующее тоже доброе утро воля спасибо за молитву я сделала узи и все в порядке в норме год назад у меня была киста в груди и она полностью исчезла и горошек рассосался спешу всем рассказать свидетельство моем исцеление недавно за ухом я обнаружила опухоль которая начала расти в больницу я не обращалась потому что очень боялась услышать страшный диагноз приняла решение верить слову я написала с просьбой молиться и мне написали что в молитве увидели как ангелы мне сделали операцию это видение меня очень сильно укрепила вера выросла и я с дерзновениями верой провозгласила свое полное исцеление молитву пастыря андрея в телеграм усилили веру разжегся реально огонь еще больше сегодня я обнаружила о том что киста исчезла вот так вот друзья здесь на небесах опухоль исчезла следующее свидетельство у меня 40 лет было киста выпячивалась и было неприятно сегодня с устра дотронулась до нее и подумала что нужно ее уже удалить под нажала она взяла и отвалилась как будто ее на этом месте никогда и не было а на теле не осталось и следа как мощно вообще здравствуйте хочу рассказать об исцелении тема очень деликатная поэтому пишу в личку последние года два у меня просто невероятно болезненно происходили менструации всегда поднималась температура до 39 я обычно терплю боль даже когда лечу зубы без заморозки но тут голова готова была просто пачками есть обезболивающие и вот смотрю один из эфиров где-то где вы молились об исцелении и я решила что я исцелена осталось дождаться чтобы проверить и что дождалась все абсолютно безболезненно и комфортно роднулечки у меня свидетельство свидетельство которое я ждала долгое время папочка верный расскажу небольшую предысторию у меня всю жизнь были проблемы со зрениями и в последнее время оно стало настолько плохим что дальше 7 метров я даже человека рассмотреть не могла по утрам я просыпалась открывала глаза и ощущение было что я смотрю как будто через грязное стекло все было серое и нечеткое но папочка вот такой папочка сегодня когда я смотрела эфир я поняла что начинаю четко видеть напротив меня стоял чай и там не такие уж большие буквы были написаны еще утром я их не видела вообще но сейчас я увидела что было написано папа восстанавливает мое зрение папа восстанавливает зрение аллилуйя просила молиться за сына три месяца у него была глубокая депрессия и нервные срывы до трех-четырех часов он плакал и никто не мог его успокоить и только под утро я его укладывала спать для меня это была битва в разуме молитвенно с одной стороны звучал дьявол и говорил что психические болезни которые тянулись у тебя по роду пришла пришли в жизнь твоего сына с другой стороны я держала слова андрея то что у нас нет ничего общего земным родовым деревом и что мой сын привит к иисусу навечно и что он на лозе и его родовое дерево это иисус начале января это прямо с прошлого года свидетельство то есть времени проверено мы ходили к врачу и были нехорошие диагнозы очень сильно был повышен кортизол это гормон стресса и об этот вторник мы опять были у врача и ни одного психического диагноза больше не было в один из дней с мой сын подошел ко мне и сказал мама я сидел и подумал что я не должен это больше терпеть я сказал господь я больше с этим не соглашаюсь и начал смеяться и этот смех как бог сошел и после этого смеха он пережил легкость и состояние ушло у меня тоже свидетельство у всех нашей семье отец мать сестра развивается катаракта глаз полгода назад я заметила как над левым глазом вижу размытые буквы это пелена которая усиливается хрусталик стал мутным сейчас полностью оба глаза видят резко это после того как пошел на курс созерцательной жизни даже физически глаз стал ясно видеть это пишет мама два года не слышала одним ухом ничего другое немного получше сейчас она слышит ура круто вообще круто халилю и отец такой отец вообще через слово знания была высвобождена слово для меня исцеление от зуда страдал это иметь немощью очень очень давно время от времени на которое на очень короткое время что-то прекращалось потом возвращалась опять и вот уже долгое время нет абсолютно никакого зуда слава иисуса еще моя седина пропала седина пропала аллилуйя свидетельство после смерти своей жены мой папа стал сильно принимать алкоголь уходил в запои по три недели приходилось возить на лечение чтобы вывести из запои папа принял молитву покаяния но его дух очень скорбил по скорбел по утере и он снова как белка в колесе потом я стала учиться на курсах созерцательной жизни и провела папу через портал портал и бог разорвал эти душевные связи между ним и этими бесами уже более семи месяцев мой папа не пьет вау вау порталы друзья порталы я много лет носил очки и зрение падало очки мне не приносили массу неудобств я их постоянно где-то забывала они ломались в последнее время начались головные боли когда большую часть времени я была в очках я ревновала чтобы мое зрение восстановилось и сегодня я пережила огонь пережила это с отцом с того момента и по сей день в жизни я получила утешение освобождение от очень тяжелой ситуации в жизни хотя это было очень давно и сегодня ощутила как папа меня погрузил себя и сказал что отныне хотя я это знала раньше теоретически но мы одно целое это были особые переживания и сказал что зрение восстановится и вот я впервые за много лет пишу без очков вау это просто огонь вообще очень много свидетельств по зрению друзья по зрению был какой-то эфир недавно у нас там вообще там целая серия исцеления и зрения произошла это вот с того эфира знаете вот у нас наверное тоже заметил как такими каскадами идет исцеление например на неделе порно-двигательного аппарата костей потом у нас сердца потом какие-то душевные моменты финансы и она все вот реально умножается и свидетельство вы слышите да они просто потрясающее просто потрясающе спешу написать огромную благодарность за эфир меня конкретно накрывала я так смеялся так смеялся просто супер семь лет мне вообще не смеялась это был какой-то очень вовлекающий смех пасторе андрей вы любимчик бога а значит и мы вместе с вами благословляю вас всех за новое погружение в истину мне каждое слово через вашего ста это не лей радость торжество животворящий дух живот дух животворит оживляет настаивая наставляет учит обличает но все так мило ласково нежно по-отцовски безмерно любовь тянет манит увлекает и питает пятьдесят пять дней с вами дали мне манны больше чем за все 13 лет пути следования за господом миллион раз благословляю отца за вас еще одно ухо открытое у меня ухо не слышала более двадцати лет теперь слышит вот такие вот свидетельства я для вас приготовила дорогие поэтому берите все что вам принадлежит не соглашайтесь на меньшее нужно исцеление исцеляйся тотчас прямо сейчас каким бы страшным не висел этот диагноз как топор над головой сейчас время исцеления и смотрите друзья сейчас я буду высвобождать исцеление буду высвобождать откровение не тление да то есть сейчас будут происходить вот эти движения духа явления самое главное друзья мои когда мы сейчас будем это делать я вас прошу во первых не пишите никакие нужды мы их все равно не будем зачитывать не будем даже обращать на них внимание сейчас нужно сосредоточиться не на нуждах а на явление духа я уже говорю мне уже течение пошло внутри прямо расширение такое течение сила и когда ты будешь сейчас мы будем молиться самое главное даже мы не то что мы будем молиться мы будем открывать свое сознание свое естество для течения божьего для его движения для его явления самое главное для нас друзья это явление духа кто-то может сказать но исцеление это и есть явление духа не явление духа вы высвобождает при ему к этому явлению прилагаются исцеление то есть проявляет то что ты здоров то что ты не тленный то есть все начинает проявляться еще раз услышь меня явление духа это то чего мы хотим исцеление это то что прилагается явление духа это есть явление царства это его сила это самое вожделенное это то что павел вообще называл своей проповедью и я называю это своей проповедью явление духа и когда ты ощутишь в теле я уже чувствую по мне бежит это электричество божье и когда ты начинаешь чувствовать когда ты именно в теле друзья обращаю ваше внимание именно тело начинает воспринимать явление духа с телом все становится прекрасно самому без всякого нажима просьб там господи исцели ничего не просите просто отдайтесь явлению духа прямо сейчас я хочу чтобы мы делали это вместе и когда ты ощути что в своем теле когда ты ощутишь движение духа явление в своем теле это может быть ток это может быть тяжесть такая знаете как это может быть тяжесть ой как руки они мели боже помазали помазали это непрестанное течение жизни в тебе кто-то пишет уже исцеление зрения буквы стало видеть прямо сейчас самое основное друзья просто сейчас переживает и течение это непристающая сила жизни сама производит голос голос сама производит плод сама производит все что необходимо все регенерации всякое обновление я высвобождаю сейчас явление нетления в твое тело халли халли кто-то уже пишет эти проявления это огонь это теплый электрический огонь да 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 тяжесть а не менее рук отец я высвобождаю прямо сейчас непристающую силу жизни в каждое тело в каждый круг жизни просто принимай сейчас переживай сейчас халли отец спасибо тебе я сейчас вижу как по локтям здесь пошло течение локти исцеляются можешь проверять сейчас локти исцеляются если ты увидел что исчез из локтей хруст боль неподвижность ушла сразу пиши свидетельству все 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 друзья сейчас просто можешь поднять свои руки можешь встать если ты хочешь сильнейшее течение сейчас уже вижу как люди пишут что пошло жара течение тепло в руках в кистях в ладонях отец я благодарю тебя непристающая сила жизни она производит чудеса прямо сейчас я чувствую помазание на исцеление опорно-двигательной системы это кости суставы позвоночники вижу затылок и это течение оно движется прими принимай сейчас самое главное это явление духа желает духа больше всего огонь 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 отец я благодарю тебя за то что ты слышишь и исцеление происходит не тление является тела восстанавливаются аллилуйя спасибо отец спасибо 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 благодарю тебя благодарю тебя благодарю тебя я вижу сейчас еще у кого-то зрение исцеляется зрение просто восстанавливается если ты стал лучше видеть также свидетельствуй тут же отец я благодарю тебя я хочу чтобы ты сейчас чувствовал как прямо по телу по твоему растекается эта исцеляющая сила божья густой елей сейчас у меня также сейчас на губах просто как во рту на устах это явление это явление масло небесное я чувствую прямо вы отец я благодарю тебя благодарю тебя благодаря у тебя благодарю тебя и Я сейчас все еще вижу суставы, вижу, как тазовые кости, что-то с тазовыми костями происходит. Болела поясница, кто-то пишет, боль ушла. Халилюй, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Тазовые кости исцеляются прямо сейчас. Кости таза. Я так и вижу, что это, вероятно, была какая-то травма, потому что вижу, как будто бы трещины были. Но кости таза исцеляются во имя Иисуса. Течение продолжается. Я вижу сейчас движение, помазание в теле. Это спина, это кости таза, это ноги. Тепло в позвоночнике, сильная боль упадет. Халилюй, Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Вижу руки, да, прямо сейчас руки. Вот тут вот по-прежнему локти. Халилюй. Кто-то пишет давление. Не вижу, что там именно, но... Давление упало, давление внутри головы ушло. Сейчас происходит нормализация. Я чувствую сейчас так же в области груди. Сердце легкие, вот как будто расширение такое. Как будто дышать легче, давление уходит. Сильная такая свобода, как будто ветер начал гулять внутри. Халилюй, Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя за эти исцеления, которые произошли и еще происходят прямо сейчас. Помазание, 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 Отец. Благодарю тебя, благодарю, благодарю, благодарю. Халилюй. Спасибо, спасибо, спасибо. Халилюй. Халилюй. Я чувствую, как такой морской бриз. Как будто с моря дует ветер, который успокаивает вашу душу. Какие-то постоянные проблемы, постоянные заботы, тяготы, они вас просто измотали. И вот сейчас этот бриз прямо с неба, это дыхание Отца, оно успокаивает вас изнутри. И Отец говорит мир, мир и мир. У меня была такая картинка, как будто кто-то свалился в колодец такой. И вы думали, что это колодец, и оттуда невозможно выбраться. Но вот этот колодец, его стены, они становятся более низкими. И можно очень легко, без всякой проблемы, выйти наружу. Поэтому пусть сейчас измученные все выходят на поверхность, наружу, как бы глубоко вы ни находились. Прямо сейчас вы можете почувствовать эту помощь. Это прям сверхъестественно. На уровне полной уверенности то, что происходит. Халилюя. Также продолжается исцеление. Свидетельство, да. Боль в тазобедренном и пояснице была. Все ушло. Боль между лопаток прошла. Я еще видела исцеляющие колени. Тоже боль уходит из колен. Суставная жидкость, она появляется. Там, где было какое-то поражение, там, где уже была какая-то деформация, подверженная временем. Прямо сейчас просто сверхъестественное восстановление. Кости, которые были полые внутри, они наполняются этой межсуставной жидкостью, этим костным мозгом. Все становится эластичным, мягким, податливым. Кости, они становятся гибкими. Суставы становятся гибкими. Халилюя. Спасибо тебе, Отец. Я также вижу, как проходит прямо сейчас какое-то неприятное ощущение в глазах. Это как будто как песок, как жжение. Отец прямо сейчас восстанавливает слизистую глаз. Халилюя. Завтра утром вы проснетесь абсолютно новыми глазами. Вот этой постоянной проблемы по утрам ее больше не будет. Халилюя. Я сейчас чувствую, прямо вижу в духе, что поуходили боли еще у многих людей. И вижу свидетельство о улучшении зрения. Сняла очки, почти 25 лет было в них. Вижу, вижу, пишу. Идет полное исцеление. Халилюя. Улучшилось зрение еще. Тяжесть в теле. Хочется лечь. Да, если вы чувствуете, что вам нужно лечь, вы можете лечь. Но я сейчас призываю всех, у кого были боли в суставах, в костях. Вы можете проверять. И боли ушла. Я вижу, сейчас очень много боли уходит. Прямо исчезают эти грыжи в позвоночнике. В копчике боль сейчас ушла у кого-то. Отец, я благодарю тебя. За непристающую силу жизни, которая наполняет сейчас каждое тело. Чувствую, как тело наполняется сейчас. Я тоже это вижу. Это как пульсация, вот как кровь вливается. Сила появляется сверхъестественная. Продолжают уходить боли. Люди пишут, да, в костях, там кто-то в пятке. Отец, я благодарю тебя, что прямо сейчас непристающая сила жизни, она течет в теле. Течет в теле. Боль уходит. Подвижность восстанавливается. Онкология разрушается и распадается во имя Иисуса. Прямо сейчас кто-то может видеть, как опухоль киста, она уменьшается. Прямо у вас под рукой, на глазах. Смотрите. Аллилуйя, Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Боли уходят. Опухоли уходят. Все, что не Отец насадил, искореняется прямо сейчас. Сосуды исцеляются сейчас. Избавляются от всяких бляшек, холестерина плохого. От всяких шлаков. Я вижу без очков у нас. Ура! Аллилуйя! Слава, слава, слава тебе, Отец. Ухо какое-то исцелилось сейчас. У кого-то ухо исцелилось прямо сейчас. Можете также проверить. И свидетельствуйте обязательно. Отец. Такое течение сильно идет прямо. Отец, я благодарю тебя. Вижу сейчас опять позвоночник. Помазание. 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 Наклоняйтесь и разгибайтесь. Боль ушла прямо сейчас. Спасибо, Отец. Спасибо, спасибо, спасибо. Скрученные пальцы на руках выпрямляются. Опять мне ухо приходит. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Где исцеленное ухо? Мы хотим видеть свидетельство. У кого? Ухо исцелилось. Давление ушло. Зрение улучшилось. Спасибо. Мы хотим вас видеть. У кого ухо лучше слышать стало? Или открылось ухо? Прямо открылось ухо, да? Может, это просто боли или воспаление? Четко вижу без очков. Ура, ура, ура. Поздравляем вас. Давайте еще, друзья, сейчас обратим наше чувствование, обратим наше сердце, обратим наше зрение на движение Духа. Дух Святой Чудесный. Это еще мелкий шрифт читаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе. Боли нет на коленах. Ушла боль с правого колена. Боль с коленом. Ушла боль в правом боку. Зрение улучшилось. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава, слава, слава. Еще, друзья, еще, еще, еще. Я чувствую, сейчас подходит время, когда мы будем высвобождать сейчас и будем просто уходить в опухоли. Вот и ухо нашлось. Я слышу правое ухо, не слышу благого. Не слышал от него, вот слышу. Что такое, не помню. Кто-то, это открытое ухо, да? Я слышу правым ухом. Два года вообще не слышал. Аллилуйя. Два года не слышал, а ухо слышит. Еще есть второе ухо, вы знаете. Еще есть одно точное ухо. Там, по-моему, не со слухом связано, а именно с болью, что-то отит, что-то такое. Аллилуйя. Друзья, просто будьте сейчас в этом течении. Еще, еще, еще. Давайте еще буквально несколько мгновений я буду сейчас высвобождать помазание туда, где в теле есть опухоли. Вау, прям аж радость подскочила у меня внутри. Это не то, что будет борьба с опухолями. Я просто сейчас возвещаю совершенство отца. Опухоли уходят. Халлилуйя. Читаю мелкий шрифт, нужны были очки, пишу и вижу буквы. У меня резало, и как будто бы песок. Вот ухо, да, отит был, боль ушла. Ну вот и ухо, да. Второе ухо. Правое ухо, да, отит, боль ушла. Халлилуйя. Ушел шум, ушел отит. Да? Слава тебе, отец. Тотчас, по слову сына. А сейчас будут уходить опухоли и кисты. Я вижу под коленом киста бейкета или бейкера, что-то такое. Боли в кубчике ушла. Кубчики. Мне кубчик тоже нравится. У меня исцелилось ухо, был гнойный отит. Сейчас нет шума в нем, до этого был постоянно. Вау! Ну что, друзья мои, коробка с ушами распаковалась. У кого ухо плохо слышит, берите еще. У кого совсем не слышит. Я сейчас увидел такое, как будто выскочила пробка с ухо и потекла жидкость. Это реально открытое ухо. Это жидкость, это не гной. Это потекла жизнь из уха. Жизнь души. Жидкость хорошая. Уши откройтесь во имя Иисуса. Уши открываются во имя Иисуса. Халилюйя. Вау! Ну что, друзья, вы готовы? Давайте, если у тебя нету никаких кист и опухолей. Мы все вместе вместе. Просто, да, не надо напрягаться, там высвобождать ничего. Просто явление духа пусть течет через тебя. И это будет наше единство для тех, у кого эта нужда есть. Халилюя. Отец, я благодарю тебя. Славится один член, славятся все члены. В единстве тела Сына Божьего прямо сейчас. Ха-ха-ха-ха! Друзья, если вы сейчас в духе, такая эйфория просто. Огонь, огонь, огонь. Я повелеваю опухолям исчезать. Я вижу на горле такой нарост. Он как-то прорывает. Я тоже вижу. Слева на горле. Слева на горле есть какая-то опухоль, нарыв какой-то. Как нарыв, да. Вы положите на него руку и чувствуете, как он уходит прямо. Рассасывается. Отец, я благодарю тебя. Тазовая боль ушла. Тазовая. Отлично. Опухоли уходят. Метастазы. Прочь! Жизнь течет и очищает тело славное. Тело славится. 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 Ха-ли-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Возможно у вас как или, извиняюсь, вытекло что-то или просто сдулось там, напряжение ушло. Алли-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю- Непрестанно, непрестанно, просто сдавайся сейчас, сдавайся сейчас, сдавайся сейчас. Я хочу уже услышать и прочитать свидетельства, у кого поуходили опухоли, кисты, ушло напряжение там, где было это, вздутие какие-то вот такие подкожи. Одна ссылка у кого-то тоже прошло, что какое-то образование, не знаю, или слегка, или лоиды, ну что-то такое. Аллилуйя. Друзья, не концентрируйтесь только на этом, пожалуйста, концентрируйтесь, даже не концентрируйтесь, а поддавайтесь помазанию, сдавайтесь помазанию. Непрестающая сила жизни, она течет во всем Христовом теле, в каждом из нас. Непрестающая сила жизни для обновления, для регенерации и в конечном итоге для славы этого тела, в сверхъестественных способностях, в сверхъестественном зрении, в сверхъестественных чувствованиях тела, в сверхъестественном напитывании жизнью. Жизнь твоя, это дух животворящий, вау, сколько елея, сколько елея, помазание, помазание, помазание. Онкология уходит прямо сейчас, я высвобождаю огонь, и прямо сейчас огонь приходит туда, где была проблема, где была метастаза, где была какая-то опухоль. Прямо огонь начинает нагревать сейчас это место, жизнь, она устремляется прямо туда и устанавливает диктатуру жизни в теле полностью, в каждой клетке. Когда ты увидел сейчас, почувствовал эти изменения, можешь тут же высвобождать, без всякого стеснения, прямо радикально, с дерзновением, без всяких суеверий, что что-то там вернется или еще что-то. Аллилуйя, стена, махта, плейса, фрукризен, ты сейвас, это нос, да, исцелился там. Аллилуйя, отец, я благодарю тебя. Можешь положить руку туда, где у тебя проблема, именно кисты, опухоли, онкология, и почувствовать, как огонь туда сходит. Огонь, огонь, огонь. Множественные метастазы брюшной полости, вот прям по всей брюшине было, как россыпи, они неоперабельные, прямо сейчас, пусть все это сдуется, засохнет, исчезнет. Аллилуйя, отец, спасибо, 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 благодарю тебя, благодарю тебя. И эти боли, они также уходят, уходят, помазание, жизнь течет, прямо сквозь тебя сейчас проходит непристающая сила жизни, наполняет сильнее. Еще, 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 еще. Спасибо, отец, спасибо, отец, спасибо, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя. На левой лопатке так жжет, где шишки, и пусть она уходит прямо сейчас, все эти наросты, шишки уходят. Аллилуйя, спасибо, отец, спасибо. Все, что связано с опухолями, кистами, наростами, метастазами, онкологией, все это прямо сейчас подлежит разрушению, рассасыванию. Отец, я благодарю тебя, что это уходит прямо сейчас. Вдовья и горбики уходят, женщины. Вдовья и горбики, это хорошо, что уходят. Аллилуйя, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Жизнь твоя наполняет. Еще несколько мгновений, друзья, еще несколько мгновений. Если тебе нужно сходить к врачу для того, чтобы удостовериться, что онкология ушла, что какие-то клетки раковые ушли, или опухоль исчезла, обязательно сходи, удостоверься и свидетельствуй. Спасибо тебе, Отец. Благодарю тебя. Не могут не очищаться цела, не могут не освобождаться в твоем потоке жизни, непристающем потоке жизни. Непристающая сила жизни движется через тебя сейчас, движется через тебя сейчас, без всякой помощи. Она просто освобождает от всякого сбоя, от всяких неполадок тела. Тело славится. Тело славится. Отец, спасибо тебе за наши мутленные цела. За то, что именно ты запустил этот закон жизни, который превозмогает в силе над законом греха и смерти. Спасибо тебе за то, что всякое разрушение прямо сейчас уходит. Силы восстанавливаются. Регенерация усиливается еще больше и больше и больше. Спасибо тебе, Отец. Я вижу, как сейчас меняется химический состав в крови. Это была анемия какая-то хроническая. Вам постоянно приходилось пить какие-то препараты. У вас были какие-то кровотечения. Отец прямо сейчас возмещает всякую нехватку, всякий дефицит во имя Иисусом. Железо восстанавливается тотчас. Я говорю, железо восстанавливается тотчас во имя Иисусом. Хареллион. Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе. Я прямо вижу, как эта кровь разносит по всему организму. Все самое ценное, самое питательное. Восстанавливай вас. Есть такой синдром усталости. Когда ты не болеешь, ничего, вроде бы и спишь. Но такое ощущение, как будто на тебе пашет постоянно. Это щитовидка. Прямо сейчас Отец убирает это. Щитовидная железа исцеляется прямо сейчас. Точно. Щитовидная железа исцеляется ощутимо. Прямо уходит утомление, тяжесть, усталость. Кто-то пишет, гигрома, опухоль на ноге исчезла почти. И до конца исчезает полностью. Полностью исчезает. Щитовидная железа сейчас исцеляется полностью. Гормональное восстановление. Восстановление. Она даже в размере восстанавливается сейчас. Отец, я благодарю Тебя. Давай сейчас включи просто ощущение благодарности Отцу. Еще произойдет несколько исцелений. Отец, я благодарю Тебя, что жизнь и благодать, она явилась. И явилась. Боль в плече ушла. Халилюя. Еще. 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 Анемия проходит. Усталость хроническая проходит. Халилюя. Спасибо. Халилюя. Спасибо Тебе, Отец. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Просто сейчас начни благодарить Его, вдыхать Его силу в этом благодарении. Пусть силы с Ним. Халилюя. Я высвобождаю Твое помазание сейчас в кости, ткани, органы. Я вижу как будто усталые ноги, отекшие ноги. Сейчас прямо уходит это во имя Иисуса. Прямо сейчас уходит. Все, что ногам мешает двигаться, эти вальбусы, эти шпоры на ногах. Во имя Иисуса исчезните, уменьшитесь. Нога, выровняйся во имя Иисуса. Если ты увидел, что у тебя точно что-то произошло, сразу нам пиши. Халилюя. И давайте поблагодарим нашего Отца. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо. Благодарю. Отец, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за исцеление от рака. Благодарю Тебя за исцеление от кист, наростов. Благодарю Тебя за исцеление костей, суставов, сосудов, желез. Спасибо, Отец. Благодарю Тебя. За многочисленные чудеса, которые сопровождают и будут сопровождать явление Сына Твоего. Ухо перестало стрелять. Халилюя. У кого-то сон не вызывался. Сегодня будете спать как речь. Без кошмаров, без всяких проблем. И пускай это течение, оно продолжает двигаться в Тебе. Зрение у кого-то улучшается. Ноги горят. Халилюя. Благодарность Отцу. Ну что ж, друзья. Пока продолжается наше течение. Если у вас еще что-то обнаружится, обязательно пишите. Также, если вы будете смотреть этот эфир в записи, то, конечно, для вас это высвобожденное помазание и исцеление равноценно. В конце мы еще будем принимать причастие. Я уверен, что еще исцелятся люди. И сегодня вообще мое послание, оно будет направлено на то, что жизнь многих, она с Духом Святым очень сильно преобразится. Была деформация правого колена, опухоль спала. Ринит ушел, легче стало дышать. Круто. Друзья мои. Кого-то должно два пальца выпрямиться на руке. Пальцы выпрямиться. Я уверен, еще куча произошла, вот боль уходила. У меня был момент, когда я почувствовал, как из тела боль выскакивает. Вот, поэтому не скрывайте, говорите. Смотрите, друзья, Иисус, когда полный рот Елея. Так круто, когда полный рот Елея. Идите, поцелуйте кого-нибудь, чтобы исцелился. Вот, у меня, когда полный рот Елея, то, вы знаете, у меня есть Олечка, я всегда ее целую, поэтому она всегда такая красивая, молодая. Друзья, Иисус, когда посылал своих ребят, Сакен пишет нам, что как только принял мысль, что сон нормализуется, Оля тут же озвучила это. Сакен, спите спокойно. Дорогой пастор, да, я помню Сакена, это из Казахстана. Еще продолжается движение, тело горит. Друзья, надо принять мысль вообще. Реально, всем вам надо принять мысль, что дело не в исцелении, а дело в непристающей силе жизни, которая течет в Сыне. Вы знаете, что непристающая сила жизни, это и есть служение животворящего Духа. Потому что Иисус, написано, стал священником не по закону заповеди плацкой, то есть он не назначен просто начальником на церкови, а глава он потому, что непристающая сила жизни постоянно обеспечивает каждого из нас всем потребным, всем необходимым. То есть служение животворящего Духа, Иисус, это животворящий Дух, оно и заключается в непристающей силе жизни. Вот это закон Духа жизни. Непристающая, это и есть закон. То есть закон это то, что не может остановиться. Закон, все. Боль в лопатках ушла, был хруст в шейных позвонках. Ушел вдовий горбик. Аллилювия. Мурашки по телу, полный рот помазаны. И вот непристающая... Я хочу, чтобы меня все услышали. Мы сейчас вступаем в такую эпоху познания нетления, друзья. Все в это вступят, это 100%. Мне, знаете, пишут с разных концов вообще мира, что в церквях стали проповедовать сыновство, отца стали называть отцом и так далее. И говорят, это как у нас. Я вам говорил еще два года назад, что два-три года и все будут проповедовать то же, что проповедуем мы. И меня это радует. Я смотрю о созерцании стали учиться, другие там, ну это вообще. И нетление это такая же тема. Вы посмотрите, что за нетление через два года будет только ленивый не говорить. Все будут говорить. Сильная радость полностью в теле, помазание сильно на руках. Ушла боль в кресте. В крестце, наверное, да? Кстати, я видел крестец. И вот закон духа жизни это та самая непристающая сила жизни. Скажи со мной, непристающая. Это когда жизнь течет, она все время в тебе течет, потому что ты тело Иисуса, тело животворящего духа. И это основное служение животворящего духа, непрестанно течь в тебе, вот как я говорю, установил диктатуру жизни в твоем теле. Тебе надо не исцеление, а понять непристающую силу жизни в теле. И тогда с телом все будет непрестанно хорошо. Я понимаю, что, знаете, ну, как вот люди иногда, когда боль какая-то появляется, или болячка, они говорят, ну, я вот говорю, что жизнь течет. На самом деле, друзья, я знаю по себе, вот прям реально по себе, что весь вопрос не в том, что что-то исцелиться не может, а в том, что ты не придаешь этому значения. Вот, знаете, меня спрашивают иногда там за мой нос, говорят, что у тебя нос там не выздоравливает. Я на сегодняшний день, я просто говорю, ну, что я раздолбаю. Вот просто. В этом вопросе я никогда вот не дошли, что называется, руки, ноги, просто взять и сказать, осознанно что-то с этим сделал, впустить это, да, как принять. Но я это, как бы, с этим разберусь. Но мне, знаете, куча есть чем заниматься другим. И вот другие люди, я вот наблюдаю, просто когда вникаю, на самом деле, в наших домах, в семьях такой, благодарю за исцеление от забедренного сустава у Дениса. Халилюя. Представляете, еще продолжаются свидетельства. Ну, кто-то меня одернет, скажет, нельзя на себя говорить, раздолбать. Ну, это реально просто небрежение плоти. Вот просто пренебрежение, к которому привыкли. Я с вами всегда искренне, поэтому я говорю, и в моей голове еще много есть чего такого, к чему я привык в какой-то жизни вне познания. Я привык, там, знаете, пренебрегать какими-то вещами, там, режимом, еще что-то. Сегодня это, сегодня это очень трудно меняется, просто сменилась моя жизнь на другую, но режима по-прежнему нет. Если бы не дух животворящий, я бы уже, наверное, отдал бы Богу душу, как раньше говорили. Так она и так в его руке, и представьте, сегодня сна мне нужно меньше, но животворящий дух восполняет это на сегодняшний день. Халилюя. И поэтому, друзья, все, что нам надо запомнить и взять себе в голову, вот это, включить это как познание, что жизнь течет непрестанно. Если ты будешь хотя бы раза 5-7 в день просто говорить себе это, непристающая сила жизни течет во мне. Непристающая сила жизни течет во мне. Спасибо. Спасибо всем, кто молился за мое здоровье хоть раз вообще. Это вы не представляете, да. Это мне очень ценно. То есть, непристающая сила жизни течет во мне. Лично я сегодня эти вещи провозглашаю и говорю в свою жизнь, что непристающая сила жизни течет. Больше, знаете, для вопроса служения. Мне все время хочется, чтобы через меня текла жизнь у других людей. И мое мое сознание находится в такой почитай, что здесь написано. Он уже исцелился тазобедренный сустав. Вчера на МТ поставили некроз правого сустава четвертой степени. В общем, только замена сустава патета сделала чудо. Благодарю, благодарю. Напишите подробнее, что там стало с суставом, как вы поняли, что он исцелился. Благодарю за исцеление правого тазобедренного сустава Алексея. Друзья, вы благодарите и говорите, как там исцеление произошло, потому что, чтобы мы знали, где провозглашение, а где уже вы увидели своими глазами. Так вот, друзья, непристающая сила жизни, смотрите, наше сознание, оно и, вот, есть сознание, есть познание. Познание, это то, что освобождает области сознания для течения силы жизни. Например, я сильно хотел, чтобы через меня Святой Дух прикасался к людям. И поэтому область сознания, отвечающая за течение Духа, грубо говоря, там, как мы раньше говорили, вера в то, что Святой Дух может через меня касаться людей, она расширялась, освобождалась, очищалась от всего лишнего в сознании, да, и Дух тек сильнее и течет сильнее. Ну, например, самое, скажу вам по секрету, что намного сложнее исцелиться самому, чем исцелить кого-то. Именно поэтому восстановление собственного храма в три дня это знамение для рода лукавого и прелюбодейного. Им все равно, сколько ты там исцелишь людей, но если ты сам болен, они тебя будут этим тыкать. Почему я так говорю? Потому что, когда человека проявляется то, что мы называем болезнью, вот эта декорация, симптомы, он находится под определенным гнетом, давлением, ему сложнее верить, чем когда он здоров и молится за других людей. Вы заметили, что здоровые проповедники, которые молятся за других людей, они там да, да, это вы там все, они качают веру, говорят, да выкинь свою болезнь, да просто отрекись от нее, да, она уйдет. И так хочется иногда, кого кто страдает, сказать, да, легко тебе говорить, у меня тут гниет все, знаешь, как я видел таких людей, кто гниет, у кого там кожа слазит кусками, там страшные вещи, глаз, ну там, ну знаете, как разлагается, ну, и знаете, вот веселеньким голосом наставляют таких людей, что твоя болезнь это ерунда, оно такое, но когда, что-то написано, ну когда ты, находишься, вот представьте, Иисус, Он постоянно еще до того, как отдал себя на крест, Он постоянно говорил, я воскресну, Он созерцал свое нетление, вы знаете, да, что такое, Он говорит, не увидишь тление, не увидеть тление, это означает видеть нетление, вот есть все, чего ты видеть не хочешь в своей жизни, тебе надо созерцать обратное, не закрывать глаза на это, не выдирать это из себя, а созерцать обратное, вот например, как тебе не увидеть нищету, тебе надо созерцать изобилие, вот пишет, муж ходил с болью, с костылем, сейчас ходит и боли нет, муж ходил с трудом, с костылем, сейчас пошел, боли нет, горит до сих пор, боли нет, вот так, друзья, вот это и есть проявление нетления, и нетление, это намного больше, чем исцеление, нетление, это дух, потому что дух, он сам по себе, вообще, к нему категория тления, нетления не подходит, поэтому нетление, это явление духа, реально, аллилуйя, но мы сегодня не об исцелении, это я просто такое, просто, друзья мои, все, у кого еще есть какие-то симптомы, не дай бог, вот, эти декорации, дурацкие, это декорация, всего лишь хочет заслонить у тебя, представление, что непристающая сила жизни, вот факт, это следующее, факт, это что непристающая сила жизни, постоянно течет внутри тебя, вот это факт, но декорация, она хочет заслонить этот факт, чтобы ты не видел, и как только ты не будешь этого видеть, все будет происходить так, как ты видишь, поэтому, как я уже сказал, хочешь не увидеть тление, нужно видеть не тление, постоянная сила жизни течет внутри тебя, поэтому апостол Павел и Джон Лейк, они любили вот эту истину, что закон духа жизни освобождает, не освободит и не освободил, а освобождает вот эта непристающая сила, она постоянно освобождает от закона греха и смерти, и все это находится, все прикосновение просто с твоими мыслями, поэтому я говорю, просто себе напоминай, чтобы ты отойдя от зеркала славы, не забыл каков ты, напоминай себе, говори, непристающая сила жизни, диктатура жизни движется в моем теле, это навеки, это установлено, это не изменится, непристающая, это значит никогда не перестанет, и освобождает, это значит длящиеся действия, которые никогда не перестанет, освобождать, вот это круто, меня вдохновляет, ой, аллилуйя, да, бросьте вы с этим носом, нормально, нос как у орла, видите, ну что, друзья, давайте сегодня мы будем погружаться в откровение, Иисус, Он сказал такие слова, кстати, давайте я еще в заключение про дух жизни и нетление скажу такие вещи, у нас 24-го, 25-го и 26-го декабря в онлайн будет, друзья, не молите сейчас за мое исцеление, не надо, все, давайте переключимся, я так люблю, что вы меня любите, мне нравится, просто сейчас не молитесь за мое исцеление, я тут сижу весь растекся в нетлении, мне классно, смотрите, 24-го, 25-го, 26-го декабря у нас будет онлайн уединение, или иными словами, мы его называем, портал славы, портал славы, нетление, это означает, что три дня, пятница вечер, три блока в субботу и один блок в воскресенье, мы с Олечкой будем прокачивать тему нетления, я уверен, что это будут три дня с массой свидетельств, с массой исцелений, явлений духа и прочими разными вещами, это будет не только об исцелении, но, конечно, большой упор будет на восстановление тела, я хочу, чтобы в 22-м году мы вообще забыли про все болячки, старение, про какие-то нехватку зубов, волос там, какие-то шпоры, вообще, мы должны быть просто красавчиками, мы и есть красавчики по-любому, просто надо убрать все декорации, которые нам мешают этим наслаждаться, убрать эти декорации, и мы с братьями, знаете, сейчас у нас идет интенсив братский, мужской, и мы тоже говорили на эту тему, я просто внушал, я хочу всем вам сказать, вы представьте, что даже в миру, не имея таких знаний, как сейчас, мы знали, что такое двигать декорации, знаете, как это выглядит, это выглядит так, ты всю жизнь пытался изменить то, что тебе не нравится, то есть в твоей природе, даже в простой человеческой природе, у тебя есть такой момент, такое явление, что когда ты видишь что-то, что тебе не нравится, ты хочешь это убрать, и я хочу тебя спросить, а как ты понял, что именно это надо убрать, что оно тебе не подходит, а вот так, у тебя была уже врожденная способность видеть то, чего еще нет, то, что ты хочешь поставить, вместо убранного, то есть убрать это, поставить то, что есть у тебя в голове, задумка, и эта задумка, это и есть невидимое, которое ты в силу своей природы хотел поставить вместо видимого, и когда ты пришел в религию, вот эту способность у тебя убили, прежде всего, тебе сказали, не умничай, типа не надо ничего менять, ты уйдешь на небо, тебе сказали, тебя все равно здесь не будет, не надо ничего здесь менять, надо только Евангелие спасения проповедовать, что есть небо, и ничего не менять, и религия убила привычку, нормальную человеческую привычку подвинуть декорации того, что не устраивает, а ведь это было делать не надо, на самом деле нужно было просто показать людям, как должно быть, и это делаем мы сейчас, через созерцание, мы говорим, смотри, должно быть вот так, здесь на небесах, на земле, как на небе, вот как должно быть, на земле, как на небе, это означает, что небеса, это преображенное место земли, в духе святом, проявленная слава на земле, вот что такое небеса, и мы сейчас сталкиваемся, что привычка, религиозная привычка, не бороться, ну не то, что не бороться, а ничего не делать с этой декорацией, привычка игнорировать, что образ века сего, мира, проходит, что это означает, что он проходит, услышьте меня сейчас, друзья, я не еще буду возвращаться, к этой теме, раз за разом, вы увидите, образ мира сего проходит, иными словами, Павел сказал, эта декорация, вполне себе подвигается, если бы я тебе сказал, вот эта декорация, она подвижная, вот эта не подвижная, вечная, а вот эта подвижная, вот эта инструкция, по жизни в этом мире, Павел говорит, вот это все подвигается, но чтобы подвигаться, ты должен сам быть неподвижным, женатым, как неженатым, понимаете, пользующимся, как не пользующимся, чтобы Бог не пользуется этим миром, Он наполняет этот мир, мы говорили это в проповеди источник, и поэтому Павел говорит, ребята, вот то, что все, что вы видите в мире, это декорация, которая подвигается, она подвижна, она не так устойчива, как вы думаете, но для этого нужно самому быть устойчивым и неподвижным, поэтому и написано, что у праведника корень глубоко, что это означает, он укоренен, он запитан вообще от подводных, подземных источников, что это означает, это означает, что он не запитан от мира, понимаете, поэтому все это подвигается, все это, все декорации-то двигаются, они все подвижны, абсолютно, и это то, что хотел сказать Павел, поэтому не будем отрекаться от этой способности, ага, спрашивают за переводы, друзья мои, я хочу, чтобы это просто онлайн уединение, оно было забито людьми, мы скорее всего его будем проводить в зуме, я так думаю, в зуме, мы еще технически не решили, но вы не переживайте, мы объявим, и подумаем за переводой, вот, я знаю, по крайней мере, что чешский перевод должен быть, это точно, я думаю, что в онлайне вполне можно, кто хочет переводить на другие языки, вам надо поговорить с теми, кто уже имеет в этом опыт, у нас, Надя Новакова, умеет прямо на ходу переводить, и немцы это уже переводили, ну, мы все объявим, халилюя, ходатай уже погружают в это, сегодня я хочу поговорить на тему открытых сынов, у нас сегодня праздник, который называется Добрый виноградарь, я хочу, друзья мои, я знаю, что это произведет резонанс определенный, вот, то, что я сейчас буду говорить, это, это просто, для некоторых это будет, как прям разорвавшаяся бомба, для некоторых это будет, может, недоумение, еще что-то, но, я сделаю то, что я считаю нужным, как я делаю это всегда, вот, моя позиция, друзья мои, я хочу сейчас немножко напомнить вам, вообще, кто я, моя позиция, она царская, всегда царская, моя позиция, это всегда позиция источника, моя позиция, это всегда позиция отца, моя позиция, это всегда позиция даятеля, и моя позиция, это всегда позиция защитника, вот, поэтому, друзья, сегодня, эти все качества, я с радостью перенимаю, вкушаю, и проявляю, как, не пускаете слушать прямой эфир, кого я не пускаю слушать? Вы же слушаете. Вы же в прямом эфире, в чем проблема? Вот, и сегодня, я буду говорить эти вещи, которые, это будет касаться всей нашей небесной цивилизации, и в том числе, и всех, кто не является, не относит себя к нашему служению, вот, но нас слышит. Что я хочу сегодня сказать, друзья? Помните, что некоторое время назад я начал говорить о таком явлении, как добрый виноградарь, и прежде, чем это говорить в прямом эфире, я говорил об этом с нашими ангелами-светильниками и ходатаями в Зуме, который мы называем Десница. Ну, это собрание в Зуме, где я наставляю служителей, вот, и оно у нас имело место быть, и где-то месяц назад, вы знаете, что я начал говорить, что нормальное явление, когда мы зрелые плоды из виноградника высвобождаем. Это все такая тема, которая основана на конкретной притче Иисуса, который говорил, как поступают религиозные люди, люди систем, люди структур, которые сделали виноградник чем-то своим, вот, и на сегодняшний день это выглядит так, что есть виноградник, хозяин которого, хозяином которого является отец, есть те, кто трудятся в винограднике, то есть, они делают так, чтобы виноградник, это понятно, помните, Иисус говорит, я лоза, вы ветви, то есть, виноградник, это люди, которые предназначены к созреванию на определенном этапе, созреванию, чтобы стать зрелыми плодами и быть из виноградника высвобожденными, странный виноградник, в котором постоянно зрелый виноград остается, что он будет делать? Он сгниет. Вот, и поэтому все предусмотрено так, как вы сегодня не увидите в большинстве церквей, да, где незрелые, часто незрелые, я имею в виду, зрелые люди не могут найти что-то новое, двигаться дальше или в самостоятельном служении, то есть, как бы вот этот принцип высвобождения зрелого винограда, он постоянно, ну, как нарушается, да, то есть, людей удерживают, пытаются что-то там навязать им и так далее. Я считаю, что это все связано со сроками. Определенно, у каждого винограда, каждый из нас есть и в позиции виноградаря, и в позиции винограда, вот, и у каждого винограда есть свой срок созревания, то есть, срок пришел, его надо что? Его надо отдавать. Смотрите, как это выглядит. Хозяин виноградника, это отец, виноградник, это что-то, это какая-то удел, где происходит созревание, но потом отец хочет свой виноград созревший забрать на собственное распоряжение. Уже не будет над этим виноградом никакого виноградаря, никакого попечителя. То есть, это происходит полностью, представляете, что виноград переходит в распоряжение напрямую хозяина виноградника. И дальше, что происходит с виноградом, мы сегодня, друзья, мы потом все объявим, да, на Рождество мы сделаем все, что надо, сделаем, и на немецкий сделаем, я думаю, сделаем, да, перевод каким-то образом. Мы подумаем, как технически это совершить, и сделаем все возможное, чтобы у вас был перевод. Теперь давайте послушаем тему. И вот, друзья, к чему я за виноградник? Вы знаете, что мы некоторых служителей, кого мы считаем зрелым виноградом, высвобождаем. И мы уже некоторых высвободили. Некоторые даже поспешили высвободиться сами. Вот, и мы тоже не против абсолютно. То есть, это происходит по... Это делает Дух Святой, друзья мои, потому что есть виноград, который еще и сам уходить не хочет. То есть, некоторому винограду нужно помогать уходить. И мы помогаем, потому что мы не хотим никакого гниения в своем служении. Вообще, абсолютно. И поэтому, почему сегодня? Год назад, друзья мои, вот сейчас я перехожу к практическому нашему делу. Год назад у нас был курс, начался курс новый, первый выпуск. Курс домашние порталы. И как вы знаете, что в этом курсе домашние порталы, я говорил, что можно открывать светильники по городам. Я показал, как это делать, и мы за этот год видели открытие сотен светильников в разных городах, селениях. Некоторых из этих светильников, мы даже не знаем, что они существуют, но они есть. Они не приглашали нас администрировать, свои чаты, но они есть. И светильники буквально наполнили континент, сотни маленьких огоньков, побольше огоньков, стали подниматься ангелы, проходить потрясающие зумы с течениями, с новыми откровениями и прочее разное. В это же время произошло то, что открылись светильники где-то на местах нас захотели видеть и мы с Олечкой как ваши покорные слуги для Духа Животворящего помчались по всем городам, по всем возможным уединениям, торжествам странам. Это начало происходить год назад. То есть первое уединение мы провели в Раменском, первое уединение мы провели в Раменском или в Раменском как там правильно. Это было начало декабря. То есть практически год назад мы выехали из дома и первые полгода мы еще возвращались, последние полгода мы уже просто не возвращались домой. И это послужило этому свидетельства многие чудеса исцеления этому свидетельства многие преображенные жизни. Я просто наслаждаюсь всем, что мы сделали за этот год. Это бомба. Естественно поднялись новые служители, которые не требуют никакого попечения, обслуживания. У них уже свои темы пошли, свои откровения. И это тоже замечательно. Это круто. Специально слушаю правым ухом. Слава Богу, я слышу. Халилюя. И сегодняшний эфир не исключение. видите сколько исцелений. Сколько открытых ушей, коленей там поисцелялись. Ноги, руки, щитаитки. И друзья, почему я это говорю? Прошел год. И у меня знаете огромный трепет, предвкушение. В наступающем году отец ведет меня в потрясающие новые вещи. Что это означает? Да друзья мои, это означает, что сегодня мы с вами здесь, на этом торжестве. Мы находимся в буквальном смысле на выпускном балу. Потрясающем выпускном балу. Я поздравляю всех, кто дошел до этой точки, кто вел свои светильники, кто начинал и расширяется и будет продолжать это делать. Но сегодня, друзья мои, я хочу вам объявить, что сегодня у нас выпускной бал. все светильники, которые относятся к небесной цивилизации. Вот еще исцеление продолжается. Все, кто открывался под воздействием, что называется, наших курсов, кто был в этом движении, кто открывал еще недавно совершенно, недавно эти светильники, вы все живые, вы классные, вы потрясающие. И сегодня я просто хочу сказать, друзья мои, что мы снимаем полностью свое попечение с вас и высвобождаем вас в самостоятельном плавании. Все абсолютно светильники. Что я хочу сказать? Возможно, для кого-то это будет даже стресс, но время пришло, друзья, прошел целый год. Знаете, для того, чтобы сказать то, что я хочу сегодня сказать, я просто хочу вам показать, что говорил апостол Павел на эту тему. Это сделали, это делал Иисус, это делал апостол Павел, это делали все нормальные служители, которые не хотели системы. Начиная все эти вещи два года назад, я сказал, я не буду строить систему. сегодня я держу перед вами отчет, я не буду строить систему. Я буквально в смысле слова, все, кто считал и задумывался, что у меня есть какая-то структура, сегодня я объявляю, что все светильники абсолютно, знаете, кто-то там спешил, кто-то в чем-то сомневался, пытался там навести на меня какую-то тень, ничего не получится. Сегодня все абсолютно светильники свободны. Мы просто заранее скажу, что это будет, мы сегодня буквально за эти выходные удалимся из всех ваших чатов. У нас останутся только те чаты, которые Олечка останет в конце. Все наши админы, все наши помощники, кто с нами двигался, мы все удалимся из ваших чатов. Вы можете быть полноправными хозяевами. Я даже скажу вам, предскажу сегодня пророчески, что будет. Прямо скажу, что будет, чем это все будет выливаться. Но сегодня я хочу просто показать вам, как, когда я думал, что вам сказать, я просто ничего лучшего, чем сказал апостол Павел, я, наверное, не скажу. И здесь написано в Деянии 20 главе такие слова, такие слова, друзья мои, что, собрав своих пресвитеров церкви, 17-18 и дальше, пришли к нему и он сказал им, и это мои слова для вас сегодня, друзья мои, все, кто со мной двигался и открывал светильники, друзья, дослушайте меня до конца, у меня еще есть что сказать. И вот апостол Павел собрал служителей, то есть, по сути, ангелов, светильников и сказал им такие слова. Вы знаете, как я с первого дня, когда пришел в Асию, все время был с вами. И я сегодня говорю им эти слова. С первого дня, когда мы встретились, я все время был с вами. Я был в ваших чатах, везде мое личное присутствие, оно было максимальным. Все, что я мог, знаете, конечно, я что-то упускал, может быть, кому-то не отвечал или что-то не успевал, но всегда я был с вами максимально, как только я мог. Поэтому я говорю эти слова с полной отчетностью, ответственностью и, конечно, я скажу, что я буду делать дальше. Я все время был с вами. И здесь написано, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. И эти слова также справедливы. Я, ну, если можно так сказать, что касается служения, я вламывал как только мог. Не отказывался ни от каких приглашений, ни от каких уединений. Везде, где мог реально приехать, я приезжал. Везде, где я мог присутствовать, я присутствовал. Все возможные эфиры, которые я мог провести, я проводил. Бывало, что мне не хотелось выходить в эфир, но я выходил. Поэтому я был все время с вами. И тут написано, многие искушения, приключавшиеся мне после, от иудеев. И это тоже происходило на ваших глазах. Религия нас атаковала, знаете, что-то кто-то писал, какие-то рассылки, что-то делали и так далее. И здесь написано, друзья мои, он еще говорит со всяким смиренно-мудрыми, многими слезами. Я считаю, это тоже относится к нам. Я думаю, что, наверное, все вы видели иногда и мои слезы, когда отец переводил нас, дал проходить какие-то вещи, то есть, накрывал его вот это, когда я делился с вами своим сердцем. Это было очень-очень трогательно и сильно. И, конечно, эти злоприключения, злоумышления иудеев, они тоже нас коснулись. И многих из вас даже коснулись, когда на вас гнали из-за того, что мы вместе движемся. И здесь дальше он говорит такие слова. Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Я тоже это делал. Ничего не упустил, друзья, вот все, что только мог вам говорить. Да, конечно, не все сказал, потому что еще будут дальше говорить, это проповедовать. И ничего от вас не скрывал. То есть, как я молюсь, как я двигаюсь в откровении, как я двигаюсь в духе, вы все знали, все знали, все от меня слышали. И поэтому, а что вы слышали? Я не упускал говорить вам, что вы сыны, водимые духом, что вы имеющие глаза, что вы сидящие на престоле, что вы ходатай, что вы утренние звезды, что вы двери, что вы порталы, что вы древо жизни и многие-многие эти вещи, которые призваны были показать вам, что вы не те, кому нужен жандарм, вы не те, кому нужен пастух, вы не те, кому нужен какой-то контроль и так далее. Конечно, я защищал вас от разных ненужных учений, да, мы в наших чатах не давали никаких публикаций, теперь вы можете это делать свободно. Мне нужно было, чтобы вы услышали голос отца. И скажу к своей чести и к своему наслаждению, удовольствию, у меня получилось. Вы слышали голос отца, вы узнали отца совершенно с другой, ну, в огромной его ипостаси, открыто вам было его имя. Потому что до прихода к нам и до общения с нами большинство из вас вы молились кому угодно, но только не отцу. Говорили Господь, Иисус там, знаете, это нормально, но я вам открыл имя отца. Я не буду говорить, что всем, конечно, есть среди вас куча умных, которые скажут, что мы до тебя все знали, это не проблема вообще. Но имя отца это то, что я открывал в своем служении, то, что открылось очень многим. И это не просто было имя, это было явление. Вот, и поэтому это то, что мы делали и то, что мы будем продолжать делать, сколько живем. Вот, но я сегодня это напоминаю вам, я хочу, чтобы вы помнили, что это было, это случилось. Это будет связано с тем, что я буду делать дальше. Друзья, не задавайте вопросов, пожалуйста. Не задавайте сейчас вопросов, дайте же мне договорить. Я еще ничего не договорил, не спрашивайте ни про эфиры, ничего. Поэтому послушайте меня. И вот апостол Павел, он это все, знаете, перечислял, друзья мои, не для того, чтобы, как и я сейчас, не для того, чтобы показать, какой я молодец. Я просто как перед вами, как человек, которому вы доверяли свои уши и глаза столько времени, я держу отчет. Я держу отчет, и Павел, он хотел, чтобы эти пресвитеры, они слушали и прогнали в своей голове, что да, что Павлу важно было двигаться дальше с тем, чтобы дать этот отчет. И для меня это важно. Я хочу двигаться дальше, совершив эти вещи. Поэтому апостол Павел, подведя этот итог, он говорит, я вам все говорил, я не упустил ничего полезного, я учил вас всенародно, я учил вас лично, возвещал покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. То есть, у Павла было послание, и он положил свою жизнь для того, чтобы возвестить его. И сегодня я с радостью могу сказать, что все это время я делал это и делал успешно. Все светильники, друзья мои, которые открыты были в нашем служении, независимо от того, были они успешны, как сейчас, многие разрослись, стали успешными, даже ангелы стали такими мощными, классными, имеющими свое помазание, уже свое видение. Друзья мои, я хочу просто порадоваться за все это, потому что все это наш плод. Многие из вас, вы бы даже не знали друг друга, вы бы не знали ни ангелов своих, они бы никогда не говорили вам те слова, которые слышали здесь, отец, торжество, потоки, единение и так далее. Они все это высвобождают сегодня на вашу жизнь, благодаря тому, что отец делал через нас этот год, ну полтора, но я сейчас берусь за светильники. Поэтому мы радуемся с вами, мы радуемся с вами. Апостол Павел расставался с этими ангелами, светильников и радовался за них. И тем не менее, он знал, что они больше никогда не увидятся, но он радовался и говорил, вы, то, что есть у вас, это сегодня моя радость, мой плод. поэтому можно ли это отнять? Нет, конечно, мы радуемся вместе с вами. И давайте посмотрим, что дальше. Это все полностью соответствует, друзья мои, тому, что происходит сейчас в моей жизни и во многих из вас. И он говорит, это то, что я сегодня хочу объявить, вот теперь я перехожу к тому, что будет. Это я описал, что было, дал отчет, а теперь я скажу, что будет. Он говорит, и вот ныне по влечению Духа, по влечению Духа иду в Иерусалим. Я сегодня это говорю, и сегодня я по влечению Духа продолжаю свое шествие. Я сделал это для вас, друзья мои, сделал ваши светильники, вы их открыли, мы вместе их открывали, сегодня я иду дальше. Это не значит, что мне не нужны светильники, это не значит, что я кого-то там бросаю или еще что-то. Я просто говорю сегодня, друзья, есть больше, вы зрелы, я вам больше не нужен. Вот я говорю сейчас к ангелам светильников, которых высвобождаю, у которых сегодня выпускной. И он говорит, я по влечению Духа, я сегодня движим Святым Духом, я иду, и мне надо совершать мое служение дальше. Я не могу больше, просто вам честно скажу, что на сегодняшний день я погружен в обслуживание, был весь этот год. Вы даже не представляете иногда, в каком мы жили напряжении, для того, чтобы в каждом светильничке что-то происходило. Знаете, мы создали команду админов, некоторые из админов, они сбили с ног, они очень устали, им нужно просто побыть одним, нужно побыть в покое. Это не значит, что с ними что-то не то происходит, никто не обязан служить здесь до гробовой доски. Но я сегодня хочу, чтобы админов не нужно было столько много, чтобы сопровождать мое служение. Пускай админы займутся своими семьями, своими делами, своими вопросами, и они должны просто жить нормальную, свободную жизнь. И поэтому, друзья мои, по влечению Духа иду дальше. У меня огромная куча планов. Апостол Павел говорит, не знаю, что там встретится со мной в Иерусалиме. В какой-то смысле, мы тоже не знаем, что нас ждет, потому что планов выше крыши, какие будут там сопровождать это события, поездки, еще что-то. Я пока не знаю, но я знаю, что нам делать. Вот это я знаю, что нам делать и куда идти. И поэтому при свидетельстве Святого Духа, то есть Павел Салатик говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, что Его ждут скорби. У меня нет такого свидетельства, что Меня ждут скорби, но Дух Святой определенно свидетельствует постоянно о моем будущем. И это было, есть, и это будет. Я двигаюсь дальше. И здесь написано, это то, чем я руководствовался, руководствуюсь и буду руководствоваться. Здесь написано, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял, проповедовать Евангелие благодати Божией. Поэтому, друзья мои, ну потерпите с вопросами, подождите, я все отвечу, ну просто, не надо сейчас писать, вы лучше слушайте, очень внимательно, потому что будете потом пытаться узнать что-то. Моя, друзья мои, сегодня страсть это совершать служение, как здесь написано, поприще с радостью. Знаете, не вот это вздыхать постоянно, что я что-то не успеваю, что кто-то там не созрел или созрел там, ну понимаете, да, я хочу совершать все с радостью, двигаться на большой скорости, двигаться классно, в духе, не завязая, не обрастая ничем. Именно поэтому сегодня мы говорим о вашем выпускном. Это означает, что теперь вы, как я уже сказал, не будете находиться под моим наблюдением, под моей опекой. Кому-то может уже это и вообще надоело, вы вообще вздохнете, это будет здорово. И я хочу совершать мое поприще с радостью, проповедуя Евангелием благодати. Итак, дух меня влечет, я иду, я не схожу с дистанции, я иду дальше. Хочу это подчеркнуть. Куда я иду? Я иду с радостью совершать мое поприще, не дорожа жизнью, не боясь скорбей, возвещать совершенство отца. Впереди нетление 2022. Я хочу посвятить свое время явлению духа и силы. Я хочу посвятить свое время открытие сынов Божьих. Я буду продолжать это делать. И сейчас я за светильники еще немножко скажу, но прежде еще зачитаю. И здесь Павел пишет, он снова возвращается к своему отчету и говорит, свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Сегодня никто не может меня упрекать, что я кого-то бросил, кинул, там еще что-то плохое сделал, потому что я возвещал вам все. Сегодня многие получат эту возможность увидеть, насколько вы вкушали, погружались, учились все это время. Теперь все будет только в ваших руках. Но я себя объявляю и провозглашаю, и знаю, я почитаю себя чистым абсолютно, потому что я возвещал вам все. Все, что нужно было. Теперь, что будет у вас, дорогие светильники? Я хочу, чтобы все услышали. Хочу, чтобы все меня услышали, что будет происходить после, как Павел говорит, моего отшествия. там, знаете, как, есть хорошее, есть не очень хорошее. И это будет, вы посмотрите, вы убедитесь, многие. Даже те, кто сегодня воспринимают эту новость с какой-то определенной радостью, что типа, вау, все, мы там от Яковишина избавились, наверное, да? У вас еще все впереди, родные. Все там у вас будет еще, поверьте. И вот, я сегодня даю такое же наставление, как Павел даю всем ангелам-светильникам. Смотрите, друзья, написано, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, в церкви Господа, который он приобрел себе кровью». Запомните, эти светильники приобретены кровью. У них есть хозяин. Халилюя. И он говорит, почему? Он говорит, «После отшествия моего войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Это первое, плохое. Второе, тоже не очень хорошее. Он говорит, «Из вас самих восстанут люди, которые будут превратно учить, говорить, чтобы увлечь за собою учеников». Пока на этом остановимся, потом я за хорошее скажу. Друзья мои, мне, конечно, открыто Духом Святым, что не хочу ни на кого бросить тень, я просто хочу предупредить не даже тех, кто стоит во главе светильников, а тех, кто в этих светильниках находится. светильников. то есть у кого есть свой ангел светильника, вы там зумы слушаете, еще что-то, собираетесь там. Я хочу вам сказать одну вещь. Вы продолжаете оставаться сынами Божьими, самостоятельными, водимыми духом, духом водимыми, друзья мои, не людьми, духом водимыми. И я, как и апостол Павел, вам говорю, во-первых, придут лютые волки. Кто эти волки? Волки это те, кто за нами все это время смотрел, хотел нам причинить вред. Религиозные люди, они вторгнутся в ваши умы, они будут вам говорить, что там какие-то вещи за меня, что я там неправильно сделал, и что ну вот и остался там или еще что-то, будут говорить всякую ерунду. То есть для чего? Чтобы вас поглотить. Это первая опасность, о которой я должен вас предупредить. Не возвращайтесь к волкам, не идите в религиозные системы, не будьте съеденными. Я не для этого вас учил столько времени. И следующая опасность. Не все, кто к нам приходил и развивал здесь свои служения, не все люди имели чистый мотив. я видел множество раз, как в небесной цивилизации появлялись люди, которые пытались собрать людей вокруг себя. На какое-то учение, на какое-то откровение, кто-то что-то придумал и собирались. Сейчас я скажу, как от этого защититься. Представляете, апостол Павел говорил этим пресвитерам, людям, которые отвечали за церковь, он говорит, из вас самих по отшествии моем. Это не проявлялось пока был Павел. Я с радостью могу сказать, что за моей широкой спиной всем было нормально. Ни один ангел светильника не мог чудить что-то. Мы давали по рукам иногда, мы направляли, уговаривали, разговаривали, но теперь нас не будет в этой роли. Теперь вы увидите своих ангелов светильников такими, какими они есть без нас. И у кого-то это будет круто, а у кого-то надо будет присмотреться. Поэтому Павел предупреждает, что даже из вас поднимутся люди, внимание, что это за люди, которые захотят увлечь побольше народу, пользуясь тем, что меня там не будет уже, говоря превратно. Превратно это не глубоко, поверхностно. Что это означает? Сейчас когда мы будем говорить за хорошие вещи, вы узнаете, что это означает. И дальше он пишет. Друзья, слушайте меня очень внимательно, пересмотрите этот эфир, все, кто будет двигаться самостоятельно. Он говорит, поэтому бодрствуйте, поэтому бодрствуйте, помня, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И вот 32 стих, друзья, он номер один здесь вообще о будущем. Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие, скажи, наследие со всеми освященными. Итак, как понять вообще с кем ты рядом находишься? Вот если у тебя есть ангел светильника, какой-то лидер, какой-то пастырь, как тебе понять, не относится ли он к категории волка или того, кто хочет увлечь побольше народу для себя? Вот этот тест, он содержится в 32 стихе. Первое. Должна являться благодать. Благодать это то, что написано, но благодать явилась. Благодать явилась и второе, благодать она производит действия. То есть болтология ни к чему. Какие-то воздыхания это все хорошо, только первое, первое, что должно быть благодать и действия. Как вы слышите свидетельства измененных жизней, когда люди говорят, что 30 лет я был там непонятно что, или там я болел, или еще что-то, вот такие явления должны сопровождать каждое служение. Я верю, мне очень хочется верить, что большинство наших светильников, они будут они будут именно такими производящими благодать для того, чтобы освященные имели что? Наследие. Если твое наследие как сына божьего, то есть то служение, в котором ты находишься, если твое наследие там не открывается, если у тебя ничего не происходит, может быть тебя просто увлекли превратно, что-то должно происходить, все время что-то должно происходить, из-за этого мы сделали очень смело, мы сделали свидетельство в центре всего. Для того, чтобы я сегодня мог сказать, если не верите мне, верьте делам моим, которые отец дал мне совершить. Я сегодня это смело говорю, ну посудите просто по делам, которые отец дал нам совершить. И пусть каждый ваш ангел светильника может так сказать. Ты в моем винограднике и так далее. Вот это признак того, что ты находишься в правильном месте. У тебя должно реализовываться твое наследие. Халли и здесь это происходило. Я верю, что в тех святильниках, которые мы высвобождаем сегодня, только все будет развиваться, расширяться и умножаться. И дальше Павел подводит итог, я уже заканчиваю, он подводит итог и говорит, ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что моим нуждам служили руки мои сии. Во всем этом показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и память слова Господа, блажение давать, нежели получать. Я сегодня также говорю, вы ничего от меня не слышали про деньги, кроме благодарности тем, кто нас поддерживал. мы трудились очень сильно, демонстрировали пример, всех, кто был в наших уединениях, видели, что какие молитвенные линии стояли, пять часов, шесть часов, в четыре утра мы уходили из зала. Этим самым я постоянно хотел демонстрировать вам, как нужно поддерживать слабых, служить. у нас потрясающее есть доказательство, когда мы и наделяли финансами людей, и поддерживали слабых, и просто раздавали. И никто не знает вообще, на что мы и как жили все это время. Поэтому благодарю всех, кто нас поддерживает, и если кто-то еще будет нас поддерживать, я знаю, что такие люди будут, то поддерживайте. Мы по-прежнему кроме благодарности ничего не будем тянуть, клянчить, желать, вытягивать, призывать к чему-то. Благодарим всех, кто нас поддерживает. И да, кстати, хочу сказать еще, знаете, такой момент, что прежде, чем мы поехали по городам, это же мой отчет перед вами, прежде, чем мы поехали по городам, что первый поток, первый поток курса созерцательной жизни я записывал, реализовывал, находясь на обычной мирской работе. То есть, представляете, я работал и делал вот этот колоссальный труд. Вот такой молодец. Аллилуйя. Поэтому все, что происходит, друзья, это наши плоды, плоды наши вот за эти полтора года, но мы хотим большего, мы жаждем большего, нам хочется двигаться еще дальше. Когда Иисус, он тоже такой отчет держал, он стоял и в присутствии своих учеников молился отцу, говорит, отец, я открыл им имя твое, они все, я их сохранил, все. То есть, он тоже держал отчет, а потом говорит ученикам, лучше для вас, чтобы я ушел, потому что, если я не уйду, вы так и не научитесь быть Вадимами, Святым Духом. Вот это надо услышать. Если я не уйду, вы так и не научитесь быть Вадимами, Святым Духом. Кто-то уже эту практику осваивает, и сегодня у вас будет больше возможностей реализовать себя как Вадимами, Святым Духом без меня. И это здорово. Если Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел, то я и подавлю. То есть, я его явление. И Павел тоже так сказал. Он, знаете, говорит, что услышите удивительные слова, которые сказал Павел. Я хочу, чтобы в светильниках было именно так. Апостол Павел, он сказал, предаю вас Богу, смотрите, Богу, и слову благодати, да, слову благодати, могущему назидать вас более. Я хочу обратить на это внимание. Хочу обратить на вас ваше внимание. что апостол Павел, который написал практически Новый Завет, учение, в котором мы сейчас живем, он взял и сказал, что предает слово благодати. Он говорит, есть слово благодати, которое вас будет назидать даже больше, чем я. То есть, представляете, Павел, мы считаем, что он вообще там все возвестил, и уже ничего нет. но Павел знал, что есть и большие вещи. И слово благодати, когда ты движешься в благодати, тебе будет открываться. Для чего? Чтобы ты получал наследие. Он об этом говорит. халилюя. Поэтому, дорогие, все круто, все слава Отцу. И сейчас я пару слов скажу, что мы будем делать дальше. Что мы будем делать дальше? Мы по-прежнему будем обращаться ко всем, кто нас слышит, как к небесной цивилизации. Потому что небесная цивилизация это не организация. Это не организация, это не структура. Это явление. Это называется небожители. Поэтому, когда мы говорим небесная цивилизация, мы обращаемся не просто к тем, кто нас слушает, а к тем, кто посажен на небесах, сыны Божьи. Это первое. Второе. Почему я это еще делаю? Я учил об этом, что отец, он покоряет под ноги сына все. Для чего? Потому что все покоренное потом сын опять отдает отцу. И это постоянно между ними происходит. Я вышел на какое-то дело. Я вышел на какой-то виноградник. Я начал там что-то делать. И отец покорял к моим ногам. Все цели, планы. То есть, все покорялось. Все эти полтора года вы видели, что вообще это было очень круто. то есть, то, что я хотел, я делал, у меня все получалось. И теперь все созревшее я снова отдаю отцу. Я говорю, вот я отдаю, как Павел сказал, предаю вас Богу, так и Слову благодати, которое будет работать с вами дальше. И поэтому точно по этой схеме, по этому небесному правилу, все покоренное мне отцом, я снова возвращаю ему. Аллилуйя. И Павел это говорил, я предаю вас Богу. Хорошо, дорогие, есть, скажу еще некоторые вещи, что есть тысяча способов, каким образом кто-то может быть со мной рядом. Я понимаю, что все равно у нас останется огромное число слушателей, мы будем продолжать наши трансляции, все абсолютно, все наши курсы, все, что у нас есть на медиа-пространстве, все будет продолжаться. И самый главный, теперь услышите меня все, друзья, самый главный способ остаться со мной рядом, если вы этого хотите, это идти на мой голос. Я по-прежнему буду голосом отца, я всегда буду его голосом. И поэтому, если ты хочешь быть с нами рядом, первое, что тебе надо понять, надо идти за голосом отца. Если ты его во мне слышишь, просто будь рядом, слыша его голос. Второе, насчет команды, как я уже сказал, что у меня нет необходимости сейчас в стольких админах, стольких помощниках, потому что сейчас я очень много высвободил самостоятельное плавание, мне, то есть, нет необходимости напрягать людей администрированием. Поэтому, конечно, у меня будут помощники, они у меня и остаются, но из тех, кого вы знали раньше, не все будут мне помогать, вот, и постепенно, кому это нужно, вы будете в курсе. Хочу сразу еще насчет команды сказать. Команда это не те, кто рядом, вот, знаете, говорят, команда это те, кто рядом, нет, команда это те, кто делает дело отца, вот, понимаете, Иуда, он был рядом, но не был в команде. А какой-то человек ходил и сгонял демонов, Иисус сказал, не трогайте его, он делает наше дело, значит, он с нами, кто не против нас, тот за нас. Поэтому, если даже, ну, знаете, пусть никого не смущает, если кто-то был там рядом, потом он не стал рядом, вообще в этом нет никакой проблемы. Это служение, которое, вот, у меня есть отец, я есть у отца, у меня есть Оля, и вот это сердцевина всего. Есть мы с Олей, есть отец с нами, и всегда есть желающие нам помочь. В этом периоде, в следующем, через еще один период никаких вообще проблем нет. Не делайте ни из чего религию, не делайте ни из чего систему, структуру. Знаете, апостол Павел расстался с Варнавой, никаких проблем с этим не было, что-то остановилось, пробуждение остановилось, ничего не остановилось. Поэтому, ну, давайте всем людям, которые будут пытаться что-то навешать на уши, там, плохое. Просто игнорьте их, не слушайте, и все. И в заключение, друзья, сейчас мы будем принимать причастие, я вам хочу сказать одну вещь, заключение про виноградник. Потом Олечка еще сделает объявление по нашим чатам, что останется, что не останется. И хочу вам сказать одну вещь. Есть виноградари злые, а есть добрые. И злые виноградари это те, кто не захотел отдать зрелое. Кому? Хозяину виноградника. И здесь написано характеристика, основная характеристика, Матфея 21, 34. 21, 41. Матфея 21, 41. Характеристика доброго виноградаря. Она основная одна. И все. Услышьте меня. И она такая. Виноградник отдаст, написано, другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. То есть, основная характеристика, знаете, как виноградаря доброго, что он вовремя отдает зрелое Богу. И вот. И поэтому сегодня я считаю, что время пришло реально, время пришло, времена пришли, созревание пришло. Я сегодня отдаю это хозяину виноградника. Это здорово, друзья мои. И именно вот эта характеристика. Отдавать ему плоды во времена свои. Павел говорит, я отдаю вас Богу. Иисус говорит, отец, да, я совершил все, что надо, я отдаю их в твои руки. И последнее, это то, что добрый виноградарь, виноградарь. Друзья мои, представляете, какая есть потрясающая истина. Мы все время говорим, что виноградари это слуги хозяина виноградника. Но в другом месте Писания Иисус говорит, виноградарь добрый, это мой отец. И самая главная функция виноградаря это второй признак первого отдать вовремя, а второе вдруг оказывается, что этот виноградарь и есть отец. То есть явить отца, отдать созревшее, чтобы все от отца и к отцу возвращалось. И поэтому я считаю свою миссию в этих светильниках завершенной. Отца явил, плод созрел и теперь вы можете назидаться, наставляться дальше. У вас будет еще больше откровений, может они будут больше моих, лучше моих и так далее. Хотя мы не останавливаемся. Что я собираюсь делать? Все мои планы остаются в силе. Поездки, уединения, торжества, эфиры, все будет продолжаться. И мы сегодня выпускаем просто светильники, полностью освобождаем себя от них и вас от нас. То есть вы сегодня будете полностью самостоятельными. Кто-то захочет слушать меня дальше, кто-то не захочет, кто-то вообще там скажет, что мы больше к белорусскому дару не имеем отношения. Мы даже знать об этом не хотим. Вот серьезно. Я знаю точно, что как Иисус говорит, овцы мои слышат мой голос идут за мной. Все кому нужен голос, который исходит из меня, они всегда будут со мной. В наших эфирах они всегда будут поддерживать нас. У нас продолжает оставаться ходатайственное служение. Кто видит себя моим ходатайем, вы продолжаете оставаться моей командой. Это круто. И также я продолжаю проводить мужские встречи. Я все делаю то, что и делал. Но светильниками я больше заниматься не буду. Я вас высвобождаю. поэтому классно. Друзья мои, я всех вас тем не менее приглашаю вступать в 2022 год как в эпоху познания нетления с нами. У нас будут еще курсы. Более того, на Новый год я приготовил вам большой подарок. Кто будет в Тюмени с нами праздновать, я объявлю об этом подарки. И у нас в 2022 году будет еще не один курс. Так что все продолжается. Я бегу дальше. Родные и Олечка сейчас сделает пару объявлений. Которые ты уже и так сделала. Прочат ее просто скажи. Да, родные немножко еще добавлю по поводу того, что мы в самое ближайшее время вместе с нашими админами удаляемся из ваших светильников. единственное место, где мы останемся, это естественно чат небесная цивилизация, который находится в телеграме. Поэтому если вы по какой-то причине не перешли из вайбера в телеграм, но хотите нас видеть, потому что, например, по местных светильниках естественно уже не будет объявлений и приглашений ни на эфиры, ни на уединение, ни на курсы, ни так далее. Это важно услышать это, друзья, что по местным чатам, поскольку у нас не будет админов, никто больше ничего рассылать не будет. Все, кто хотят знать, что мы делаем, вам нужно вступить в чат в телеграме «Небесная цивилизация». Еще мы несколько чатов оставляем. Наши админы сейчас в ближайшее время разбросают и закрепят ссылки на переход туда, поэтому если вы будете хотеть, если вы являетесь ангелом светильника и захотите, чтобы люди, которых вы опекаете, они были в курсе того, что происходит в небесной цивилизации, то вы будете просто делиться этой ссылкой в свой чат. Если нет, то нет. И точно так же это касается любого человека, который находится в таких служениях, как ходатайственный и пророческий клуб. Точно так же, если после сегодняшних объявлений, сегодняшней темы вы вдруг поняли, что вы не хотите сейчас двигаться, молиться именно за служение небесной цивилизации из Андрея Кавишина в частности, вы можете просто самоудалиться, никто не будет никаких претензий и предъявляет ничего. Если же вы остаетесь там, то это говорит нам о том, что мы можем по-прежнему рассчитывать на вашу помощь, я имею в виду ходатайстве, потому что нужды будут по-прежнему приходить. И с этого момента точно так же все нужды, все поместные ходатайственные чаты, такие как уральские ходатайственные казахские ходатайственные практически во всех регионах есть отдельно ходатайственный чат. Точно так же этот чат может быть просто за ненадобностью расформирован. У нас остается чат ходатайственный, который течение наш, течение белорусский дар. Он тоже находится в телеграме. Поэтому пожалуйста, милости просим. Мы значит остаемся объявляем мы остаемся в глобальных чатах в чатах по странам, которые не являются поместными светильниками. Это национальные чаты. Это российский, украинский, чешский, американский, немецкий, израильский. В общем все, что касается конкретно наций. Да. Поэтому абсолютно точно так же все работает. И следующий еще момент касаемый десницы. С этого момента точно так же мы выйдем из десницы. Вы можете точно так же выйти оттуда. С данного момента все общение и все, что отец говорит через Яковишина конкретно к ангелам светильников и лидерам. Если вам это интересно, если вы хотите в этом принимать участие и просто слышать, все это будет в разделе десница, но в открытом доступе именно в ютубе. Ну я просто буду проводить онлайн трансляции для служителей. и кому интересно назидаться именно как служителю, тот будет приходить в свободном доступе. Раньше в церкви это называли общее лидерское собрание. То есть и лидеры собираются, и те, кто хочет быть лидерами. То есть я буду делать отдельные трансляции примерно раз в две недели для служителей без всякой подотчетности, добавлений. То есть любой желающий сможет смотреть эту трансляцию. я думаю так будет лучше. Вот еще раз национальные чаты. Мы в них остаемся. Россия, Украина, Казахстан, Америка, Германия. Все, что связано с именно глобальными чатами, не относящимися к конкретному светильнику. Вот так. Чтобы национальные чаты, они имели информацию о том, что мы делаем. Но самый наш основной чат, где будут абсолютно все объявления, все ссылки. Все. Это небесная цивилизация. Это телеграм-чат небесная цивилизация. Мы ее выставим сейчас по всем соцсетям. В ютубе можете ссылку найти. И будем там в основном все делать. Также у нас останутся курсы. Все курсы, которые я обещал, они все будут. И больше того будет. У меня уже есть и новые задумки. Все в 22-м году. Я правильно сказал? Да, просто пишут за курсы. Мы ничего не забыли? Нет. любимые, продолжаем движняк. со мной в Иерусалим, просто начинайте, продолжайте слушать нас, продолжайте поддерживать нас, продолжайте молиться. Все, кто идет самостоятельное плавание в плане того, что типа не хотим больше слышать Яковишина, добрый путь. А все, кто хотят, признают, что я являюсь голосом, голосом Отца, то держитесь этого голоса. Эфиры продолжаются, и более того, завтра, в субботу и в воскресенье мы служим в Каунасе и будем также транслировать нашего драгоценного Отца. Исцеление, свободу, нетление и открытие Сынов Божьих. Ну а теперь мы будем принимать причастие. Вы знаете, там написано, что апостол Павел, он после того, как все это сказал, он преклонил колени и помолился со всеми. То есть это было не просто ритуальная молитва, это было высвобождение жизни. То есть он все, что он пожелал, с оставляемым ученикам. Друзья, я только что сказал про курсы, но вы же слушаете вместо того, чтобы писать. Все курсы, которые я обещал, все курсы будут. Просто надо слушать, друзья, а не писать. Вот серьезно. Этот эфир останется на YouTube канале, поэтому если вы что-то пропустили из-за эмоций или еще какой-то причины, не сразу пришли, вы все это сможете послушать, принять к сведению. Совершенно верно. Буквально через пару часов этот эфир будет выложен и на мой YouTube Белорусский Дар, и на мой личный канал. То есть сразу выложим и там, и там, чтобы была хват. Пошлите это всем ангелам, светильникам, всем людям, которых вы знаете в небесной цивилизации. Я хочу, чтобы эту информацию и это откровение, этот выпускной прозвучал у всех. Итак, апостол Павел молился со своими оставляемыми пастырями, учениками. Мы также молимся вместе с вами, друзья, высвобождая вас в свободное плавание. Аллилуйя! Отец, я благодарю тебя. Отец, еще такой отец, да? Потрясающее время, отец, потрясающее. Такое шествие, такая свобода, такая любовь. Отец, я благодарю тебя, что ты открываешь эти новые двери. Благодарю тебя, что ты расширяешь шаг мой подо мною. Что даешь восходить на все стены. Благодарю тебя, Отец, за светильники, которые ты дал нам открыть. Благодарю тебя за то, что великая благодать действует там могущественно. Новые откровения, новая сила, новое откровение о наследии, новое действие. Халлилуйя! Я благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Благодарю тебя. Просто примите сейчас это наделение, это помазание. Сейчас мы вместе преломим хлеб, друзья. Это означает, что мы не расстаемся. Это значит, что мы все одно. Мы вообще все такое одно, друзья. Мы все такое новое творение, сын Божий в количестве небесной цивилизации. Мы все едино с Отцом. В каждом из нас это проявление Отца с конкретным именем человека. Эта любовь, неизбежна. Эта слава, она неизбежна. Это вечные вещи, которые мы творили и творим с вами в эти дни. это эпоха нетления, это эпоха любви Божьей, потрясающей, которой не было до седы. Я благодарю тебя, Отец, я благодарю тебя за это нетление, я благодарю тебя за эту любовь, за это единство, я благодарю тебя за то, что континент наш и вся земля, она полна славы твоей, это проявится более и более. Я благодарю тебя за всех, кто помогал нам все это время, благодарю тебя за всех ангелов-светильников, кто движется в помазании, в духе, кто прилагает хоть малейшее усердие, служа другим людям. Благодарю тебя за ходатай, благодарю тебя, Отец, всех, кто поддерживал вас, благодарю тебя, мы движемся дальше. Друзья мои, мы одно, мы один животворящий дух в одном славном теле. Амэн. пирожочки, арбузики, вишенки, изюминки, любименькие. До встречи в эфире. Если какие-то вопросы, друзья мои, постарайтесь их писать не в личку поменьше, потому что я буду занят эти дни в Каунасе здесь. Все, что я хотел сказать, я сказал, можете пересмотреть этот эфир и получать свои ответы. Все, друзья, до встречи. Пока. Мы вас любим. Пока.